Привет, девчонки! Давно не делал для вас отдельных выпусков. И сегодня я вам покажу, как с помощью только базового тренинга прокачать весь верх. Да, действительно, мы будем делать только базовые упражнения, никакой изоляции. Прокачаем абсолютно все мышечные группы. Вы увидите, что у нас в программе идут подтягивания и отжимания от брусьев. Не стоит их бояться. Я покажу, расскажу, как это делать. Как это делать грамотно, чтобы у вас росла сила очень быстро и укреплялись ваши мышцы. Смотрим, делаем и получаем красивое, здоровое тело. Любая тренировка начинается с разминки. Вы знаете, я уже не раз рассказывал, показывал о том, что грибной тренажер – один из лучших тренажеров для разминки. Единственный тренажер, который совмещает и кардио, а точнее аэробную и анаэробную нагрузки. Другие тренажеры такого не дают эффекта. Техника у нас у всех оставляет желать лучшего, но мы учимся, работаем, отрабатываем. Здесь разминаются все мышечные группы, которые нам понадобятся при любой тренировке. Естественно, мы начинаем наши тренировки всегда и парни, и девушки с экстензией. Так как у нас сегодня вверх, работаем над корпусом, то целесообразно сделать сразу же акцент и на заднюю дельту вместе с экстензиями. Это отличное базовое упражнение, которое будет выбрасывать в кровь гормоны. Верите вы это или нет, но получается и разминка хорошая, и попробуйте это упражнение, оно действительно очень сложное. Прорабатываются практически все мышечные группы, которые находятся со спины. Начиная от бицепсов бедер, ягодичных мышц, мышц разгибателей позвоночника, задней дельты. Упражнение на самом деле сложное, требует внимания, требует четкой техники. И это можно учиться только, естественно, используя поначалу облегченные отягощения, либо вообще делая с пустыми руками. Многие испытывают проблемы при выполнении данного упражнения именно с неправильным положением рук. Легче всего делать это упражнение, когда ваши руки согнуты в локтях совсем немножечко. Лопатки стараемся не сводить при данном движении и чувствовать, как работает задняя дельта. А все остальные мышечные группы, хотим мы того или нет, будут чувствоваться сами по себе. Особенно бицепс бедра, особенно ягодичные мышцы. Поэкспериментируйте с положением лежака. Вы знаете, можно его сделать ближе к коленкам, можно отодвинуть. Найдите то, которое вам наиболее удобно в данном упражнении. Следующие упражнения у нас будут подтягивания. Естественно, для подтягиваний тоже нужно размяться. Ибо если наброситься на турник сразу же без разминки, можно сильно повредить брахиалисы, растянуть бицепсы, да даже те же широчайшие мышцы. При любом упражнении нужна разминка. Подобный вид подтягиваний снимает больше 50% веса вашего тела, поэтому тоже может считаться разминкой. Либо можно размяться при тягах вертикального блока. Поставив, соответственно, вес легкий, сделав 2-3 разминочных подходика на 8-12 повторений. Но не забывайте, что это должна быть разминка, вы не должны утомиться. Потому что после этого придет действительно серьезная работа. Нужно будет пахать, пахать тяжело. А лучше, чем подтягивания, ничего не работает на широчайшие мышцы, на бицепсы. И пока вы не освоите подтягивания, парень вы или девушка, нет смысла в принципе переходить на какие-либо тренажеры. Смело используйте кистевые лямки. Это поначалу особенно будет вам облегчать работу. Вы не будете сосредотачиваться на том, что ваши пальцы, кисти не держат. И будете сосредотачиваться целиком и полностью на подтягиваниях. Партнер или резинки могут помогать вам совершить позитивную фазу движения. А вот негативную намеренно затягивайте. Даже если вам помогают целиком и полностью подняться в верхнюю точку, вы должны там задержаться и медленно растянуться. По-другому никак. Поверьте, тот, кто работает в гравитроне, никогда не научится подтягиваться. Потому что гравитрон, так мы устроены, выставляем такой вес, практически забирает у нас всю работу. А подтягивания, повторяю, это самое важное упражнение, которое нужно осваивать с первых шагов. Пользуйтесь партнером, пользуйтесь резинками и будет вам счастье и красивая и сильная фигура. Подтягивания очень важны. Сложно подтягиваться обычным прямым хватом, поэтому приветствуется обратный хват. Только не используйте его очень в широкой постановке. Запомните вообще, что когда вы делаете тяги, многие любят делать обратным хватом широко. Это крайне негативно скажется на ротаторной манжете плеча, и вы сможете получить потом травму. Никогда не делайте обратный хват в широкой его постановке. Чуть шире, чуть уже, извините, плеч будет самое то. Особенно, когда делаете горизонтальные тяги. На самом деле, чем уже хват, тем сильнее потенциал ваших широчайших мышц, тем с большим весом вы сможете работать. И тем быстрее и легче вы сможете научиться подтягиваться. Это важно понимать, осознавать и использовать. Делаем 3-4 подходика таких по максимуму и заканчиваем тоже кольцами. Будет уже гораздо сложнее. Вы сразу почувствуете, как резко упала сила, как утомились мышцы. И вы уже не сможете сделать то количество повторений, которое делали при разминке. Вы почувствуете уже настоящую работу. Делаем заключительный подходик после подтягиваний до отказа. Кстати, упражнение с собственным весом это единственное упражнение, когда можно и нужно доходить до полного мышечного отказа. Единственное исключение, если вы вешаете на себя дополнительное отягощение. Здесь уже действует другое правило. Как и всегда, нужно останавливаться за одно повторение до того, как наступит отказ. Тогда будет расти сила и масса. Если вы девушка, вы будете становиться красивее. Следующее упражнение, одно из самых важных, все вы его прекрасно знаете, это отжимания от брусьев. Но также требует размяться, разминки. Вот такой вид отжиманий тоже снимает большую часть нагрузки. И вы можете хорошенько размять ваши локти, суставы, для того, чтобы затем полноценно поработать в отжиманиях от брусьев. Брусья всем даются легче, чем подтягивания. Это нужно понимать и не расстраиваться, что брусья сильно обгоняют подтягивания. Единственное, обращаю ваше внимание на то, что разминка должна быть разминкой. Это не работа. Вы не должны утомиться. Вы должны четко почувствовать, как размялись, разогрелись мышцы, которые предстоит выполнять работу. В данном случае это трицепсы, грудные мышцы и передняя дельта. Отжимаемся от брусьев до угла в 90 градусов. Если вам тяжело, все равно, друзья, опускайтесь до угла в 90 градусов. Партнер вам поможет. Или используйте резинки. Это очень важно. Нарабатывать сразу грамотную технику. И сила будет расти в два раза быстрее. Нежели если вы будете делать не до конца. Но и больше, чем угол 90 градусов, опускаться не стоит. Потому что так же приведет к травме плеча. Плечо у нас самый подвижный сустав. И естественно подверженный из-за этого травмам. Тоже делаем после разминки где-то 3-4 подходика по максимуму. И наступает время, когда мы можем поработать над широчайшими мышцами уже в тягах. Тяга обратным хватом от коленок. Так безопасно. Так потенциал мышц сильнее. Так учил нас великий Дориан Яц. И на самом деле так и есть. Если же вы будете наклоняться, как учит большинство фитнес-тренеров, до параллели с полом практически. То вы не будете полноценно нагружать широчайшие мышцы. А увеличивается риск возникновения проблем с позвоночником. Это никому не нужно. И самое главное, что такой вид тяг, он гораздо эффективней. Вы можете работать с более серьезными весами. А нагрузка на поясничный отдел позвоночника минимальна. По сравнению с тем, если вы будете наклоняться очень и очень низко. Лично я никогда не выполняю такие тяги и не даю их своим ученикам. Настоятельно вам советую прислушаться к этому замечанию. И если вы думаете в первую очередь о сохранении своего здоровья, улучшении его, то никогда не делайте тяги полностью в наклоне. Следите за тем, чтобы не было рывков. Движения должны быть четкими, подконтрольными. Особенно, когда мы работаем над массой. Когда мы стараемся увеличить мышечную массу. Девчонки, не бойтесь слов. Масса, мышцы. Вы никогда не накачаетесь, как парень. Даже если захотите. Для этого необходимо принимать мужские гормоны. А я думаю, никто в здравом уме из вас, девчонки, не будет этого делать. Вам это просто-напросто не нужно. Алла работает сейчас с большими весами, чем Юля. Но по той простой причине, что у Юли уже через два дня соревнования. Выход на сцену бикини. И она два месяца сидит на очень жесткой диете. Потеряла хороший процент жира. Сохранили при этом ту небольшую мышечную массу, которую смогли с ней наработать за год тренинга. И сейчас стараемся только улучшать наши формы. Об этом будет отдельное большое видео. Может быть даже получится целый фильм. Где мы подробно и откровенно расскажем, как что делали. Как питались. Сколько денег на это ушло. Какие проблемы со здоровьем возникли. В связи с тем, что на подготовку было всего два месяца. И до этого Юля никогда не выступала. Так что не пропустите. Заключительным упражнением у нас идут жимы гантелей. Отличное упражнение. Обращайте внимание на то, что мизинчики должны быть слегка выше ваших больших пальцев. И опускаем гантели только до уровня ушей. Это обезопасит наши плечевые суставы. И сохранит напряжение в дельтовидных мышцах. Что очень и очень хорошо. Не соприкасаем гантели ни в коем случае в верхней точке. Большинство людей это выполняет, делает и в жимах на дельты, и в жимах на грудные мышцы. Но этого делать нельзя. Это тоже может привести к травмам. Об этом был отдельный ролик. Можете найти, изучить, почему так происходит. Девушкам я советую, да и парням, выполнять данное упражнение с гантелями. Потому что оно имеет самую анатомическую, удобную для нас траекторию движения. Не выводит руки, корпус с грифом штанги в единую раму, которая, как и тренажер, диктует свою траекторию движения. Биомеханика не всегда попадает с удобством плечевого сустава. Страдают ротаторные манжеты. Это очень и очень печально. Поэтому, друзья, я вам рекомендую работать с гантелями. Отличное упражнение. Вы будете его хорошо чувствовать и получать пользу. Ну и, конечно же, заканчивая нашу тренировку, мы всегда гиперэкстензиями. Сегодня у нас был верх. Не было сильной компрессии на позвоночник, на поясничный его отдел. Поэтому решили сделать в многоповторке. Не в станке для гиперэкстензии, а в станке для экстензии, развернувшись на 180 градусов. Пауза вверху. Поднимаем ножки только до уровня параллели с корпусом. Чем дольше вы подержите паузу вверху, напрягая ягодицы, тем лучше и тем больше пользы будет именно для ваших ягодичных мышц. Само по себе упражнение прекрасно действует как декомпрессионное на поясничный отдел позвоночника. Но зрители моего канала это уже прекрасно знают. Не забываем делать гимнастику, которую я не раз уже показывал. Она вылечит ваши грыжи протрузии. А если их у вас нет, то позволит никогда им не появляться. Друзья, придерживайтесь данной тренировки. Попробуйте ее. И обязательно отпишитесь в комментариях, насколько она вам понравилась. Я стараюсь максимально подробно рассказать, как и что мы делаем. О гиперэкстензии в конце тренировки нужно делать 4-5 подходов на 15-20 повторений. Будет вам счастье и здоровая поясница. Надеюсь, девчонки, вам понравилась тренировка. Обязательно попробуйте ее. После чего отпишитесь в комментариях, насколько качественнее вы почувствовали свои мышцы. Кто-то может сказать, что не было работы на средний пучок дельта. Да, такой конкретной работы, как, к примеру, отведение рук в стороны, не было. Но когда мы делаем с вами джимы гантелей, работает и передний пучок, и немножечко затрагивается средний. Но в целом тренировка шикарная, базовая. И она будет бить именно туда, куда нужно. Будут красивые подтянутые ручки, хорошо очерченная спина, подчеркивать узость талии. И просто вы будете получать приятные ощущения от настоящей силовой работы. Спасибо, что смотрели, девчонки. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Я на все обязательно отвечаю. Субтитры создавал DimaTorzok